Эта тихая улица находится между первой и второй линиями Васильевского острова и тянется от Среднего проспекта до Румянцевского сада. Она считается одной из самых узких улиц Петербурга, но имея в ширину 5,6 метра, кажется безграничной по сравнению с сохранившимися улицами средневековой Европы. Немецкая Шпроерхофстрассе, Английская Парламент-Стрит, Шведская Мортен-Троцекс-Грен или Хорватская Кланчич. В 1720-х годах от Меньшиковского рынка, имя которому дал стоявший неподалеку дворец генерал-губернатора столицы, вглубь острова вела дорога. Место здесь было высокое и песчаное, а потому и дорогу назвали Песчаной. Тогда на первой и второй линиях возводились дома по типовым проектам, не предусматривавшим двор со стороны главного фасада. А значит, все хозяйственные постройки устраивались за домами, и к ним необходим был проезд. В него-то и превратилась Песчаная дорога, став Песчаным, а позже Песочным переулком. Говорят, что до сих пор под некоторыми здешними домами существуют узкие тоннели, пройдя по которым можно было прямо с линии попасть как раз на выходивший в переулок двор. Может быть, именно поэтому Антоний Погорельский избрал местом действия своей сказки «Черная курица» или «Подземные жители» дом на первой линии со двором, выходившим в переулок. И не даром маленький герой сказки Алеша, любивший рыцарские и волшебные сказки, так хотел попасть в этот отгороженный глухим забором переулок, представляя, как увидит там добрую волшебницу. Но этой волшебницей окажется «Черная курица» — пример министра удивительной подземной страны, который поведет Алешу к своему королю вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго по разным переходам и коридорам. И в этих тоннелях мальчику встретятся рыцари в латах и шлемах с перьями. Время шло, но и в XIX веке проездной песочный переулок оставался прежним, с неказистыми зданиями и бесчисленными дворами. Лишь дома на пересечении с Румянцевской площадью, а также большим и средним проспектами приобрели более красивые фасады. В 1850-х годах купец, золотопромышленник и известный меценат Степан Федорович Соловьев поселился в одной из квартир, принадлежащего ему дома номер 2 по первой линии. Все же оставшиеся свободными помещения он предоставил под бесплатное жилье беднейшим жителям острова. В 1866 году на его деньги на месте пыльной Румянцевской площади был разбит сквер, решительно лучший из петербургских скверов, как писали тогда газеты. После кончины Соловьева, признания его заслуг перед городом и горожанами, песочный переулок получил имя Соловьевского. В 1952-м переулку было дано нынешнее имя и нынешний статус – улица Репина. Ведь великий Илья Репин и учился, и преподавал в расположенной рядом Академии художеств. Сегодня, как и прежде, на спокойной и небольшой улице Репина есть и маленькие домики, и множество дворов, каждый из которых хорош по-своему, и сквозные арки, и булыжная мостовая. Все то, что видится отражением Старого Петербурга и вызывает, как у Алеши из сказки Погорельского, полуфантастические образы прошлого. И вдруг вам покажется, что именно сейчас, по этой улочке, легко и быстро пробежит добрая и очень красивая волшебница, спеша на бал к жителям подземной страны. Субтитры создавал DimaTorzok